МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Масштабный капитальный ремонт в девятой школе Кизилюрта завершается. По ковру слагаются стихи. В Национальном музее Дагестана открылась выставка «Поэзия ковра», где можно увидеть уникальные старинные узоры, вытканные предками. Турнир сильнейших. Дагестанские боксеры вышли в финал спартакиады в Москве. Подробнее в спортивном блоке. Всероссийский фестиваль «Голос Евразии» стартовал в Дагестане. Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в официальном открытии мероприятия на базе научно-оздоровительного комплекса «Журавли». Поприветствовав участников мероприятия от имени главы региона Сергея Меликова, премьер-министр отметил, что «Голос Евразии» по праву занимает почетное место в ряду крупных медиапроектов страны. Также он выразил надежду, что форум поможет участникам обрести новых друзей и запомнится яркими впечатлениями от природного и культурного богатства региона. Отметим, что Всероссийский фестиваль национального обещания «Голос Евразии» проводится филиалом БГТРК «ГТРК Дагестан» при поддержке главы республики, народного собрания и правительства. Цели мероприятия – повышение профессионального уровня участников, обмен опытом, создание теле- и радиопроектов на национальных языках, а также объединение представителей разных регионов для сохранения и развития традиций и обычаев народов, населяющих Российскую Федерацию. Передаю вам самые лучшие поздравления и пожелания от имени главы республики Дагестанцев и ГТРК «ГТРК Дагестанцев» Уважаемые участники Всероссийского фестиваля национального обещания «Голос Евразии-2022» и уважаемые гости, искренне рад приветствовать вас на церемонии открытия масштабного мероприятия, которое уже второй раз проходит в Дагестане. Фестиваль «Голос Евразии» по праву занимает почетное место в революх крупных медиапроектов нашей страны. Этот замечательный праздник телевизионного искусства органично писался в культурную жизнь российских регионов и его знают, ждут. Фестиваль с каждым годом набирает все больше аудиторию и географию. Безусловно, в современных условиях еще более важно видится и главная цель фестиваля – сохранение и пропаганда наших общих культурных ценностей. Россия – это уникальное сообщество народу, и мы с гордостью демонстрируем всему миру образцы человека, любя, высокой духовности, пример дружбы и создания, сотрудничества и развития. Надеюсь, что несколько дней, проведенных в Дагестане, станут для вас насыщенными, полными ярких впечатлений и конструктивного опыта. Августовская конференция педагогов столицы прошла в Махачкале. В преддверии предстоящего учебного года педагоги традиционно собираются для подведения итогов и определения перспектив на ближайшее время. В работе совещания приняли участие мэр Махачкалы Салман Дадаев, руководители ведущих вузов в республике и представители городского управления образования. В фойе участники конференции ознакомились с выставкой и презентацией лучших проектов ученических кружков и секций. В обзорном докладе уже в зале были отмечены позитивные изменения в развитии дошкольного, общего и дополнительного образования. Подведены итоги работы школ города за прошедший учебный период и ЕГЭ. «Хотел бы, конечно, еще раз напомнить, что у нас с 1 сентября будут определенные новшества в образовательном процессе, эти неквастные уроки, подсвященные патриотическим воспитанием. Это поднятие государственного флага. Надеюсь, никаких курьезов с пропуском и неисполнением этой важной части патриотического воспитания у нас не будет. И также, конечно, начало дня с Гимна Российской Федерации. Хочу обратиться с педагогом, уважаемым учителем, воспитателем. Вы должны быть ориентированы не только на высокий профессионализм в деле обучения и воспитания подрастающего поколения, но и выполнять более широкую социально-педагогическую миссию. Принимать самое активное участие в реализации основных направлений и муниципальной политики. Капитальный ремонт девятой школы Кизы-Юрта на финишной прямой. Все строительно-монтажные работы в образовательном учреждении уже завершены. Мастера наводят финальные штрихи. Как отмечают специалисты, на объекте прошла масштабная перезагрузка. Нетронутыми остались только кирпичи. Подробности в сюжете по темат Ханаповой. В советское время здесь располагался административный офис завода. Затем здание выкупили под школу. Отсюда и технические отклонения от требуемых стандартов. Кабинеты небольшие, санузел во дворе, нет спортзала и так далее. В 2022 году школа вошла в число участников масштабного федерального проекта, благодаря чему условия удалось существенно улучшить. Муниципальное бюджетно-образовательное учреждение работает с 1990 года. В течение всех этих лет здесь не было капитального ремонта. Конечно, очень тяжело было смотреть на все эти разбитые стены, у нас разбитые кабинеты. И мы благодарны тем людям, которые постарались, чтобы вошли в программу капитального ремонта. Так, в четырехэтажном здании школы новые фасады, новая крыша. Полностью заменены электропроводка и система водоснабжения, отопления и канализация. Благодаря программе капремонта удалось увеличить количество классных помещений. Мы смогли сегодня вот такими, какими вы нас увидели, представить нашу школу. Она яркая, красивая, очень красиво подобрана цветовая гамма. Также хочется спасибо сказать подрядчикам, которые целыми днями и ночами трудились для того, чтобы успеть в срок сдать школу. Сегодня остается просто навести мелкие штрихи, пополнить классы мебелью, оформлением. И мы готовы уже встретить детей в стенах нашей школы. Здесь обновили кафель, сделали ремонт во всех классах и коридорах, достроили медкабинеты. А школьная столовая теперь имеет раздельные цеха, хранилища для продуктов и комнату для персонала. Очень красиво все столовая. Просто на самом деле, Люба, смотреть сейчас, какая была столовая, и сейчас какой красивой столовой наши детки будут кушать. Конечно, это тоже очень важно. Очень много изменений. И еще у нас будет кабинет технологий, что очень радует. У наших детей будет возможность творить, работать в этом кабинете. Это очень важно. Например, когда еще говорили о планировании, что вот это все намечается сделать, еще тогда я очень за детей радовалась, честно говоря. И когда мы уже увидели этот кабинет преобразованный, просторный, красивый. Все строительно-монтажные работы в школе уже завершены. Мастера наводят финальные штрихи. Коллектив школы, засучив рукава, вооружившись перчатками, шваброй и тряпками, готовит свои классы к первому сентября. Более 600 учеников благодаря проекту теперь будут получать знания в комфортных условиях. По теме от Ханапа, Морд Бекбарзо, в новости ННТ, Кизилюрт. 2500 детей из нуждающихся семей в Дагестане встретят 1 сентября как настоящий праздник. Фонд Инсан провел благотворительную акцию «Собери детей в школу». Ежегодно под эгидой фонда проводятся праздничные мероприятия для сотен юных подопечных в городах и районах Дагестана. В торжественной обстановке из рук почетных гостей школьникам вручают портфели самым необходимым к школе. Десятки магазинов по всей республике с удовольствием принимают благотворительную эстафету и берут под свое крыло по несколько многодетных семей. Благодаря спонсорам становится возможным оказывать и финансовую помощь родителям для покупки школьной одежды. В рамках акции школьники из остро нуждающихся семей, состоящих на попечении фонда Инсан, получили по 5000 рублей. «Участие в этой акции принимают наши постоянные спонсоры, как постоянные спонсоры, так и все эти люди, которые жертвуют средства в объявлении нами сборов. Мы хотим всех поблагодарить, кто принимает участие, кто берет определенное количество детей, как 5, 10, 15 детей берут на себя обеспечение, кто жертвует даже простым обычным рублем. Пусть все это добро, которое мы несем, оно обернется в тысячекратном весне». Высокая температура воздуха, сильный ветер и сухая погода. Все это нередко приводит к возникновению пожаров в лесных массивах. Поэтому сотрудники МЧС провели патрулирование в Ильтавском лесу. Специалисты побеседовали с местным населением и рассказали о том, что делать в случае обнаружения возгорания. Организаторы рейда также развесили листовки на деревьях, предупреждающие о запрете выбрасывания окурков. Кроме того, гражданам была вручена наглядная агитация о запрете выжигания сухой растительности и разжигания костров. Акция проводилась специально для информирования жителей и гостей о соблюдении правил пожарной безопасности в лесном массиве. Праздник для первоклашек, оставшихся без родителей, прошел в Махачкале. Ежегодная акция «Скоро в школу» прошла в ресторане у моря. Общественники и меценаты подготовили наборы к 1 сентября для каждого ребенка. Организовали сладкий стол. Дети играли, отгадывали загадки и участвовали в занятиях с аниматорами. Большинство этих детей вернули из Сирии. У других отцы погибли в ходе спецоперации на Украине. Родственники некоторых до сих пор скрывают от них тот факт, что они никогда больше не увидят маму и папу, при этом стараясь заменить родительское тепло и окружить заботой. Организаторы мероприятия, в свою очередь, просят меценатов протянуть руку помощи именно таким семьям. «И эту акцию мы проводим всегда благодаря нашим спонсорам, которые нас поддерживают. У меня такое пожелание спонсорам, всем тем структурам, больше внимания уделять таким детям, которые находятся в семьях. У нас как-то по привычке идут детские дома, школы, интернат. У нас в республике только один детский дом. Это в Избирге, школа-интернат для сирот, там тоже мало детей. Это государственные учреждения, которые содержат государство. А вот эти дети, которые находятся в семьях, которые только получают пенсию по потере корниции и невысокая оплата опекуна, больше помощь от спонсора нужна таким семьям. Я благодарна тем спонсорам, которые сегодня подключились, поддерживать таких детей, которые остались без родителей». Увидеть уникальные образцы искусства ковроделия можно на выставке в Национальном музее Дагестана «Поэзия ковра». Что хранит в себе старинный ковер, узнала наша коллега Малика Курбанова. «Вот так стежок за стежком создается новое произведение искусства. Но никто точно не знает, когда именно появилась ковроделия в Дагестане». Говорят, началось все еще до нашей эры. Такое мнение выдвинули после археологических экспедиций в Южный Дагестан. Однако упоминания о ковровых изделиях, быту народов Кавказа, обнаружены и в трудах античных авторов Геродота и Плиния Старшего. На выставке также можно было увидеть старинные фотографии, предметы, отражающие историю и быт дома, инструменты для изготовления ковров. «Понды нашего музея располагают более 500 единиц хранения. Уникальные образцы войлочных, паласных и ворсовых ковров составляют нашу коллекцию. В свободных сельскохозяйственных дел женщина занималась плетением ковров, паласов и войлочных изделий. То есть это и сопровождалось еще и утилитарным назначением, то, что суровый, аскетичный образ горской сакли – это глинобитные стены и глинный пол, они утеплялись этими коврами, этими удивительными рукотворным чудом, которые женщины вышивали, плели и ткали с особой любовью, включая туда глубокий смысл, то есть духовную». Ковры – это не просто украшения, а послания из прошлого. Узоры, техника исполнения, цветовая гамма. Каждое из них – произведение искусства. И сегодня, как и много лет назад, дагестанские ковры ткут вручную. Как говорят потомственные ковровщицы, лабиринты и спирали – не просто рисунок. Они служили оберегом для дома. Буквально у каждого изделия своя история и легенда. «Ковер Сафар называется. По легенде этот ковер ткала девушка, которую звали Сафар, в память о своем женихе, который был пастухом. И когда сильные были дожди, град и пошли, сели, и когда пошли в поиски этого парня, пастуха, они его не нашли. Нашлась только одна папаха, и девушка в память о своем женихе саткала вот такой вот ковер. Ковер тапанча его называют. Тапанча, вообще, если со всех языков перевести, переводится как оружие. Тоже по легенде этот ковер, особенно в доме, если есть мужчина, нельзя было держать один или два. Обязательно нужно было иметь три таких ковра. Считалось, что если один или два, то будет какое-то несчастье». Более активное развитие искусства ковроткачества получилось распространением ислама в Дагестане. В ковровые рисунки стали все чаще водить растительные и геометрические орнаменты, а также появился новый вид ковров – намазлык. Но не каждая мастерица могла похвастать отменной работой. Искусство требовало тонкого вкуса, терпения и усидчивости. И только опытные мастерицы не обращали взгляд к техническому рисунку. Они ткали узор по памяти. Впрочем, как и сейчас в некоторых районах Дагестана. Считалось, что ни один узор не должен повторяться. Такой подход придавал изделию особую значимость. Выставка продлится до конца сентября. Малика Курбанова, Салман Гитихмаев, ННТ «Махачкава». Дагестанские боксеры вышли в финал спартакиады. Турнир сильнейших мастеров «Кожные перчатки» проходит в Москве. По итогам предварительных поединков право оспорить золотые медали добились Саадат Долгатова в женской части соревнований и Рамазан Дадаев, мужской. Завтра в финале в весе до 66 килограмм Долгатова встретится с москвичкой Галиной Головченко. А Дадаев в весе до 92 килограмм сойдется на ринге с Ярославом Дороничевым из Ханты-Мансийского автономного округа. Махачкалинская «Динамо» обеспечит для своих болельщиков автобус на выездной матч с «Краснодаром-2». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба. Стоимость проезда из Махачкалы в Краснодар и обратно составит 1 тысячу рублей. Матч седьмого тура первой лиги пройдет завтра, 27 августа. После шести сыгранных туров дагестанская команда, имея в своем активе 9 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице лиги. «Краснодар-2» подходит к игре, занимает двенадцатое место и имеет семь очков. На этом все. Смотрите нас в соцсетях. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok